всем привет у меня продолжается месяц стартов январь зимних стартов или январских я еще так до конца все-таки не решила потому что настроение имеется не хочется чем-то прям уж обременять жесткие рамки какие-то себе рисовать и в общем-то сейчас начала смотреть прежде чем продолжить елки стоник рик это мое кодовое название christmas sentiments мне осталось буквально пару тысяч крестиков думаю за пару дней закончить и думала начать может быть миробильку взяла в руки прямо вот руки чешутся начать потом думаю посмотрю еще что и в общем ты а еще один из дизайнов которые у меня запланированы на ближайшие старты это такие три мороза это французская насколько я знаю схема схема у меня перенабор саги интернете сна и найдена случайно где-то в какой-то группе vk бесплатная выкладка была то есть там и так далее прикольные морозики и изначально даже хотела их вышить на той же ткани на которую сшиваю сейчас елки но потом решил что это довольно такой ожидаемый стандартный выбор основы хотя он очень хорошо подходит вот этот аля лэмпсу до лен но мне хотелось чего-то может быть более интересного тем более если вы помните у меня есть конверт сейчас покажу вам для тех кто не знает не помнит вот этот конверт которым я использую вот такую шерстяную ткань содержанием шерсти большим костюмным и у меня эта ткань осталась но я планирую этих морозов тоже оформить конец проектную сумку но не такой же прям вот модели как вот это да вот у меня смолнии прочее смолнии не смолнии но я думаю что не смолния другое скорее всего это будет проектная сумка вот с таким вот объемным дном мне очень понравился возможно с внешним кантом возможно с внутренним я подумаю процессе еще это не сейчас не так актуально и я хотела чтобы вот эта ткань вот эта ткань сочеталась с основой и все равно поддерживалась новогодней темы но в то же время не было ощущения такого знаете где сурка что все повторяется да то все таки разные были конвертики и я подобрала вот такую основу серого цвета мурана вот таким снежком она бывает такого синие серого и вот этот серый такой прям то что надо такой стальной классический на нем очень хорошо смотрятся красные оттенки и очень игриво на мой взгляд будут смотреться вот эти морозы если вы обратите внимание то вот здесь в опушке белый цвет и серый по моему тут бэкстич либо черный скорее всего этот серый и вот как бы равно как и на той основе где елки столь мне крик я вышиваю на которой и вот на этой будет в принципе все хорошо выделяться вот этот снежок будет добавлять какой-то игривости хорошего еще больше более праздничного годнего настроения вот и в общем то я решил использовать остатки той ткани с этой основой для вышивки и очень хочу купить ну либо шотландку клетку такую знаете красную до классическую но она бывает очень крупная бывает по моему мелкой но я точно не помню мне нужно либо средний либо мелкую клетку на выставке форму рукодель я видела небольшие отрезы оставались там продавали японского хлопка как раз вот такого граммена что это да не сообразила надо было все таки этот единственный кусочек взять и как раз использовать здесь ничего страшного здесь что хлопок с этой шерсти применяется это все нормально будет в уходе вот но это не проблема в принципе либо шотландка любые подобные что в такой гамме найти хочу вот и в том числе как бы комбинировать эти ткани используйте для оформления но модель будет вот что-то вот в этом духе либо внутренний кант я подумаю еще я там решу это все по ходу движения по ходу решается как обычно вот так что вот такой отрезик у меня есть вышивать буду на пальцах скорее всего может быть это тоже будут нурге прямоугольные вот эти форм пластмассовые да вот эти из новинок этого прошедшего года наверное новинка прошедшего года вот по крайней мере в россии они стремительно набирали популярный популярность среди вышивальщиц и ну чтобы как бы не делал не натягивать на раму чтобы было было больше мобильности там как говорится миссию рядышком посидеть телевизор посмотреть и заодно по вышивать вот ну можете на маленькую раму натяну но рамы 40 у меня минимальный поэтому вещи на 38 кажется уже не помню но рамы это предполагает сразу стану который мне по дому таскать и и так далее вот я хотела просто использовать каму вот которые амур каму вы поняли я думаю диванный который вариант держать или пялиться куст напов и так далее вот я думаю должно быть симпатичный вариант получится также у меня в принципе есть еще два зимних дизайна в планах на начало я в принципе как бы не планирую их откладывать и передумывать это же между всеми ними разрываюсь хочется все попробовать но я наверное не буду сейчас все это в одно видео как говорится засовывать чтобы кашу-малашу не устраиваете и чтобы немножечко была такая хоть небольшая но может быть все таки интрига вот поэтому по ходу движения буду все это добавлять пока новогодняя пора пока еще продолжается и настроение сохраняется и поэтому я пока все-таки хочу повышевать еще зимние так как я уже говорила что мне все таки наступление настроения именно сделать что-то новогоднее вышивать шить наступает это в декабре и не обычно не хватает времени чтобы к новому году все это успеть и в принципе есть такое как бы на желание вот сейчас повышевать новогодние еще потом может быть где-нибудь все таки в течение года повышевать и повышевать все-таки елочные игрушки сделать там пинки по из бисера вот мне немножко есть волшебной стороны пара-тройка игрушечек но особо многое волшебной стороны не хочу от того что есть того и выше и димовские игрушки ну не знаю все я не буду наверное прям вышивать эти домики christmas village буду все-таки их растягивать может быть еще на следующий год оставлю посмотрим как по настроению все это пойдет не хочется планирует загадывать ничего вот я думаю что я хочу вот просто брать маленькие какие-то схемы из журналов из того что где-то выше то вот у меня есть паровозики такую ну как и сани да видели салфетку предыдущем видео по мне показывала уголок оформила хочу разбить это на маленькие игрушки еще может быть какие-то поискать старых журналах вышивая крестиком не издательского дома бурда журнал этот не выпускается к сожалению но очень удачный был на самом деле жалко конечно все эти наши кризисы на все влияет международные не только вот так что думаю что вот этот старт будет у меня сразу как я закончу christmas sentiments надеюсь я к тому моменту за два дня не думаю и вы дальше будете видеть либо продвижение либо уже результат готовы работы может быть какой-то промежуточный будете видеть тоже результат так может поинтереснее будет не знаю именно вот этой вышивки и организации процесса наверное вот сейчас пока организации нет это просто лежит отдельно у меня вот материалы и основа все где что как это будет использоваться будет отдельно все показаны и думаю следующие следующем включении вот такой комплектик у меня получился и светлой мятой пуху норки прекрасная пряжа в три ниточки обязал с одной вспомогательной вяжется быстро очень приятная мягкая пушистая и не лезет после стирки вообще-то мне на волоска не вылезает примеривать хорошо смотрится со светло-серым сёганом пальто и с таким знаете пыльная роза с таким сиреневым подтоном я бы сказала ли серебристым вот шикарный на самом деле достаточно под многое подходит как и сначала кажется не подо все потом выяснилось что под многое вот и в принципе я думаю что я не буду останавливаться буду и другие цвета убрать в работу вот впереди у меня горчичный купил 3 моточка сейчас думаю надо было брать побольше чтобы связать не только такой снудик но и снуд который с сверху куртки надевается да прям на куртку то есть это под горло непосредственно очень удобно достать в меру объемно и в то же время не мешает красиво смотрится со сборочкой все получается собирается ножку гармошку то есть можно распределить как вам нравится шапочку можно носить как с расправленной макушкой так и с присборенной макушкой то есть там много вариантов на самом деле смотрится классно во всех смыслов ясному честно говоря да это что у меня эти шапки бине как-то и не идут с такими вот макушками плоскими длинными да на самом деле смотрится прикольно то есть я не ожидал может быть все зависит от цвета от модели от размера как сядет может магазин нет я хочу то мерила но ничего то не понравилось правда это было не пухнорки там а что другое вот чуть-чуть другое как говорится грубо реликалы уже смотрится иначе цвет очень классный приятно он у вас практически идеально на передается обсказать 99 процентов есть еще мята цвет вот это у меня была светлая мята ну на алиэкспресс наверно буду заказы потому что магазинах интернет уже что-то ничего и нету либо очень узкий выбор цветов ну и дороже в любом случае получается и за доставку и цена повыше а на алиэкспрессе собственно нету монеты довезут это получается дешевле выкатнее пока одно вяжет другой приедет к себе причем не встречались отзыв что там люди через две недели после заказа получали даже сейчас зимой поэтому под новый год в том числе я думаю что не проблемы вот вот такой классный вязка вот это очень красиво смотрится в снуде и при сборке что что мы говорила раппорт 11 петель 9 лицевых 2 изнаночных получается классным так что буду дальше наверно осваивать в общем не понравилось наконец я довольна тем что у меня есть из вязаного комплекта дочки сейчас вижу из зеленки но только единственно там не пух норки а другая пряжная и навесную смешно хотя сейчас померила мне кажется весну-осень когда уже такая холодная да еще время года еще холодная весна уже холодная осень такой легкий пушок тоже хорошо смотрите на самом деле не щелкала что это исключительно зимний вариант на самом деле я так не считаю на данный момент думаю что можно носить и в такой то есть но не вначале да уже так вот когда похолоднее становится потому что точно шапку хочется надеть там плюс 3 плюс 5 вполне себе ну плюс можно связать пока вариант и в 2 нити например там да может быть но мне нравится в 3 она хорошо форму держит и снуд теплый хороший получается тоже не получает чтобы он тот очень толстый очень тонкий вот поэтому вот 3 моточка в 3 нити сразу вяжите и 1 помогать не получается такой симпатичный вариант хочу связать еще вариант только лицевая гладь все-таки попробовать и здесь вместо резинки связать например сверху несколько рядов изнаночных петель потом лицевые только ли были половины лицевых половины изнаночных по высоте да если начать и закончить можно только лицевые очень короче вариант миллион фантазии может разыграться достаточно прилично все поэтому комплектику все итак для вас прошло несколько каких-то мгновений а для меня это 8 вышивальных дней на самом деле сегодня у нас уже 16 января и у меня только первый финиш первого старта январского 2021 года почему я говорю первый финиш первого старта потому что один финиш у меня уже был это варенька ксения донева я показывал предыдущем видео но в этом я основной мой процесс это стол не крит christmas sentiments великолепный рождественский дизайн очень праздничный очень уютно очень домашний очень спокойный сюжет и очень приятно вышивается не сложно интересно совершенно не скучно абсолютно не скучно и постепенно рождаясь на основе на льне он мне все больше и больше нравился и все больше не возникало желание не затягивать завершением этой работы и все-таки завершить в январе и также не возникало желание начинать что-то параллельно но в общем пока у меня сохраняется настроение не разводить несколько параллельных процессов имея лишь основной мой ст горлица в январе я не знаю буду и вышивать или нет мне в принципе так и не планировала длину с февраля начать понедельки выделять месяц примерно на нее ли как пойдет как говорится но не включая что январе тоже может появиться настроение тоже повышеваю пока еще у меня сохраняется настроение на рождественские и новогодние сюжеты но и также есть настроение повышевать цветочки листочки и так далее вот но я это люблю круглый год вышивать меня такой сезонности вышивки за исключением пожалуй наверное может быть большая сезонность вышивки влияет именно зимний сюжет на зимний сюжет может быть это тоже отчасти на осенние но нет такого что-то оснюю шиваю осеннюю зимой зимнюю и так далее конечно нет также у меня параллельно я еще много чего навязала комплекта шапочек и снудика все себе и близким и пока мне еще хочется повязать поэтому это естественно тоже уходит время писать очень хорошо под какой-нибудь фильм передачу нет недавно посмотрела один фильм очень интересно немножко отвлекусь от вышивки не знаю может быть поколению скажем так моя мама и может быть даже отчасти мое смотрели наверняка на колене мам наверняка смотрели этот фильм я честно говоря его не помню хотя раньше очень любила советское кино вот и люблю его по сей день и с удовольствием смотрю благодаря интернету наши дни вот и случайно мне вот youtube отбросил фильм называется такая короткая длинная жизнь там всего восемь частей советую посмотреть на самом деле такая сага об одной семье или даже нескольких семей как на судьбу которых так или иначе приобретены были фильм драма там актер еще молодые лазарев немаля его и другие потрясающий фильм я его смотрела запойные под него вязала не хотелось ничего шевать и просто смотрел то есть одна часть где-то час 15 примерно по времени длится и я смотрела просто друг за другом сети серии в течение там где-то 2-3 дней и вы собственно вязала под них потрясающий фильм во время вышивки так не получается меня смотреть там больше фоном проходит видео во время вязания вполне себе спокойно ты в общем-то смотришь и фильмы вяжешь ну кто вяжет тот поймет более там шапочки там это же не такое вязание что где-то мне нельзя отвлекаться прям совсем вот поэтому посмотреть если кто любит подобные фильмы актерский состав замечательные конечно кино и того времени актерская игра это вообще нельзя сравнивать современным кинематографии я на самом деле нередко таким когда фильм какие тратит современные тот на эти очень только выборочно что со времени они на все-таки забываются могу сказать что какой-то киноман но вот люблю посмотрите на старый кино бывает у меня такое и именно фильм про жизнь про людей про характер и про ценности людей того времени когда смотришь этот фильм ты конечно понимаешь что вирус этот это все ерунда лишь бы не было войны и война это самое страшное что только может быть там не показали прям буквально боевые действия то есть если подумать что там сцены военные нет там такого не было это как бы было за кадром но был такой период по фильму ты да все равно чувствуешь все в общем рассказы здесь даже не хочу углубляться что углубляться его надо смотреть этот фильм вот поэтому посмотрите называется такая короткая длинная жизнь потрясающих и на самом деле после него конечно требуется время перерыв чтобы не смотреть не то чтобы такой же ну что то подобное да в подобном духе вот вернемся к вышивке а значит дизайн christmas sentiments тоник рик рождественские очень мне нравится он очень праздничный очень уютный значит вышивки участвовала в работе всего четыре цвета мулины два из них зеленого там дона один такой дорожный цвет называть дед рот дорога и два вот значит зеленых и и цвет и ве участвуют в качестве зелени начнет такой красненький называется 3d works works и номер 1089 очень хорошая ниточка очень приятная но я посчитаю что не обязательно прям гнаться за этими цветами тратится можно в принципе подобрать и сейчас есть неплохие уже варианты dmc у анкора именно такого неоднородного окрашивания и вполне себе этот красный думаю можно подобрать то есть не обязательно шить его достаточно много стоит может таких 3 наверное дизайна вышить использует цвет вот и значит два моточку уходит вот эта 268 ну как бы рекомендуется они на втором моточку точно уйдете достаточном количестве поэтому покупайте 2 по 5 ярдов если моточки и вот такая планшет очка идет 1 и 1 идет 2198 говорю смотрю говорю да значит и и вот видите она почти вся у меня ушла потому что вышивая экономичная не порола там ничего такого вот почти вся уход такой более нежный зеленый так что митчики ведут себя прекрасно вышиваются все в две нити бэк в одну нить его всего ничего но он придает дополнительно какую-то изящность этому дизайну уют и так далее для пришивания бисер я использовала в этот раз попробую вот это не лежал титан титан 80 это есть и там 100 я не поняла какой из них тоньше надо наверное посмотреть что он титане 100 написано здесь написано что 0,12 миллиметров то есть меньше двух миллиметров но он сюда вполне себе подошел в том месте другие ниточки ну что попалась корресту использовать писар я вот такой использовал золотой предполагаю что это какой-то тоха он у меня был давно для каких-то дизайнов вообще из журнала просто надо было подобрать какой-то золотой бисер непрозрачный и вот сначала думала мелкий использовать тохо вот у меня такой есть видите цвет графитовый но потом мне показалось что он будет мелкий потому что здесь 28 каунт льна я приобрела такой тоже какой-то присос тоже графитовый полупрозрачный это для глаза птички птичек так что еще наверное а еще здесь и были ниточки перли перли номер восемь прекрасная ниточка прекрасно ведет в одну ниточку вышиваются здесь снежинки она у меня осталось еще от м и ниточка очень хороший ведь но ее намного дизайнов хватит то что но и как правило использовав как отделочные поэтому и даже не пришлось покупать значит сейчас я посмотрю что вас не дизинформировать да здесь значит и палитра вот это ручного окрашивания также из палитры dmc и анкор предлагается в качестве белого цвета причем а перли перли не понимаю как это честно говоря либо анкор номер один предлагается не на самом деле если вас нет перли я посмотрелась в иголочке было спокойно берите ирис первого белого цвета и вы прекрасно можете выжить это тоже самую ниточку на мой взгляд даже по толщине она такая же в общем-то в иголочке или вы леонардо вы спокойно подберете нички которые за не крючочком без проблем там всех цветов радуги что называется даже такого знаете неоднородного окрашивания вот и в принципе да вот вы можете dmc использовать но конечно влияние оказывать ниточки ручного окрашивания до из-за вот этих переходов но я думаю что не критично будет если вы там придете замену dmc а значит также здесь были к эти звездочки сейчас потом сниму что за штативы покажу вам как они подсвечиваются так далее под лампу уже непосредственно часто против съехала вот мои помощники это снеговичок и дед мороз замечательно они с дополнительным уют настроение создают при вышивке подобного дизайна надеюсь он так прям хорошо с рамы не стала снимать потому что часть основы буду отрезать для другого дизайна часто с рамосом с него на то чтобы не утюжить лишний раз ткани дергать будет бисер так то тут все гладенько значит основа здесь ли он свой город по моему 52 все-таки цвета я точно не помню подругу привозила есть не говорила цвете 52 попробовать мне просто никогда в небо поэтому не знаю он пример по он такой же есть такой бежеватый ли он да такой немножко выбеленный то есть не как вся 3 цвета мешковины и цвет вот лэмп вол идет рекомендованный это лен пермина он существует продажи я в частности на шелковой нити видела но ради одного отреза я конечно не стала делать заказ потом попросил подругу либо я выпросил по-другому на самом деле вот этот лен цвета лэмп свол он идеально подходит на под этот дизайн и я думаю что это самый идеальный вариант вот как на мой вкус по крайней мере по моим ощущениям потому что он подчеркивает вот этот рождественское вот это настроение в этом сюжете он как бы все очень гармонично смотрится на его фоне и перли ниточки замечательно смотрятся белые да вот они достаточно белый но все поразительно получилось и при этом одновременно спокойно и приглушено то есть замечательный просто дизайн буковки видите очень красиво тоже смотрится вышиваются этими ниточками и прекрасно тоже вот переходы видны так что поближе вам сейчас наверное покажу сняла телефон со штатива вот поближе вам покажу как горит бисер но это красиво очень на самом деле смотрится воочию понятно еще все больше больше более ярко мерцает бисер вот очень изящно смотрят вот эти веточки так понимаю что это разумевается что птички наряжает елочку вот этими гирляндами золотыми бусинами прекрасно смотрится в азон с пуансетти вообще мне очень нравится посмотрите как смотрится вот эти снежинки классно просто вот и перли по кухне попробуем показать так и бордюре тоже присутствует вот этот бисер в серединках этих цветочков ну то есть замечательно и перли также попробуем звездочки это тебе показать мелкие вот они вот так подсвечиваются когда свет на них падает очень красиво получается но звездочки оказались небольшим браком каждый из них но прибыта его не видите это вижу это конечно неприятно в том плане что не дешевые трежерсы да все мы знаем милхилл и по когда они упакованы индивидуально по одной штучке упаковку я считаю что вообще конечно должны на заводе еще упаковщики как все-таки отслеживать да и такие бракованные вещи не класть вот ну но это просто не правильный мой взгляд из должно быть идеальный товар вот тем больше что они выташли так упаковывать упаковка член дороже девочки здесь небольшое видите брак есть вот лучи и звезды его здесь немножечко там сегмент пришивал я кстати звездочка вот эта ниточка красненькая лучше всего получается ее не видно так бисер вот у птичьи глазки попробуем показать так вот сейчас это будет нормально вам падает вот можно черный принципе на самом деле бисер использовать что есть я графитовый что-то использовала вот ну в общем не очень 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 понравилось то дизайном я довольна если когда не надо будет повторить может быть я его когда-нибудь будет повторила но не знаю так мне прям нет такого желания по поводу схема значит схема у меня в отдельном состоянии я вышивала по копии и моксерокопии соответственно вот она черно-белый поэтому если кто-то желает повторюсь вот повторю свой опыт предыдущего предыдущей схемы земного ангела то напишите мне в instagram в директ я спишемся я схему продаю потому что не вижу смысла хранить все это немножечко это ну это не те дизайна который ты будешь 10 раз вышивать и коллекционные не знаю я просто не коллекционер в этом плане совершенно наверное вот в принципе ксерокопия меня есть и искать не приспичит вот я наверное использую что вряд ли на самом деле вот поэтому схему я продаю можете если кому-то интересно написать по почте вам отправлю так ну наверное все вот по этому дизайну значит помощники у меня были как я говорил этот органайзер очень уютно ночью прям хорошо вписался сюда понравился мне вот этот органайзер так и диск и хэндкрафт сантимичком сестра с бисером вот я думаю что я подобно себе может быть когда-нибудь что-то повторю сошью не новогоднюю темы я просто буду выделать не таким длинным то что когда полностью рассветшим как бы длинные становится я им даже так не пользоваться общему он открывал только вот тут вот и чуть-чуть здесь спокойно оставала туда дубка я думаю что если я буду подобную модель то я немножко ее изменю то есть а мол не буду жить по трем сторонам просто и все таким образом если я буду ее открывать он мне быть полностью раскрываться по коврик и меньше места то есть он будет не просто длинные и узкие он будет широкий какой-то ложечка такая вот ну либо потом открывать можно частично достал быстренько убрал поэтому как бы я не вижу особого смысла например вот вот так вот делать хотя смотрится очень красиво на самом деле и то есть не принцип просто не принципиально делаете на вертикальном исполнении ну соответственно здесь как бы она одно другое до связывает вертикальные вшивание молнии по вертикали соответственно вот так расположена ткань и тоже свой как бы интерес есть с точки зрения использования в практике как бы я и так не пользоваться в размере то есть я просто достала тут чуть-чуть расстегнул ему спокойно достал органайзер и дубком не был данном случае очень удобно под него подобное оказалось мне понравилось вот поэтому тоже посоздают настроение определенным не все очень понравилось то же самое те же самые я буду использовать органайзеры и для следующих своего дизайна у меня еще пока сохраняется настроение я в этом видео уже показывала как раз и прошло время буду вышивать вот эти три мороза по французской вот этой схеме которая случайно нашла интернет в интернете вот и все уже подобрала и в следующем уже видео я вам покажу я думаю готовую работу и что у меня будет начато следующим поэтому сейчас я как бы объявляю о старте следующем январском зимним вот и это будет схема три мороза материалы все я вам показывала там сверхъестественные очки димси конь горошек и в общем-то сами морозы вот и уже как было там смотреть особо не на что вот покажу вам уж на готовый результат ну и покажу уже дальше что на думаю следующее начинать пока мне нет желания параллели там 10 процессов значит я прекрасно комфортно и уютно себя чувствую гармонично состояние того что у меня как бы один такой процесс в работе да ну и с тем не рассматриваем это основной процесс этого года будет главный я буду стараться вышивать и стараться возможности не загоняя себя в крайности закончить его может быть до конца этого календарного года вот ну больше одной многоцветки в год я как бы пока не планирую не знаю пока менее такой стране ушло она ушло хотя материал подготовленный я вам показывал уже вот ну вот такая вот я все-таки видимо в творчестве в рукоделии натура не настолько прям постоянно и железно вот приняла решение вот так и пошла вот где-то да где-то нет вот мне нравится когда заканчиваются какие-то работы начинает следующее я чувствую себя спокойно и не нервничаю что у меня там пять начатых процессов и что-то не затормозились и вообще ну вот вот сейчас мне может быть просто такой настрой можете ночь поменяется и я начну еще там какой-нибудь один-другой вот и буду их также чередовать ну все равно меня в работе всегда один как я уже понимаю один-два максимум там все больше двух нет вот а так как я сейчас вижу считать что от вязание то мой второй процесс рукодельный вот на машине пока ничего не шила в планах есть обдумываю как буду оформлять в аренку появилась идея озвучивать ее не буду покажу уже вам еду в оформленном виде когда это случится все материал у меня есть идея в принципе на мой взгляд сочетается с тем для чего я буду применять это изделие если она все-таки у меня будет реализована вот мы понятно все же этому выполнить что прикладное оформление будет в аренке вот думаю что как бы даже в тему вот ну пока не буду отлучивать повторюсь все спасибо что были со мной что смотрите видео комментируете и до новых встреч в следующем видео всем пока